...тысяч рублей. Остальные покинут студию ни с чем, по мере того, как раунд за раундом, команда назовёт их слабым звеном. В эфире игра «Слабое звено». Каждый из восьми участников, находящихся сегодня в студии, может заработать до 400 тысяч рублей. Они не знают друг друга, но если хотят выиграть большой приз, они должны стать командой. Семеро из них уйдут отсюда ни с чем, ведь раунд за раундом мы будем терять игроков. Тех, кого команда назовёт слабым звеном. Вот эта команда. Екатерина, 20 лет. Москва, студентка. Николай, 44 года, Переделкин, гид-переводчик. Евгений, 28 лет, Серпхов, предприниматель. Александр, 38 лет, Нижневартовск, Буровик. Дмитрий, 27 лет, город Люберце, журналист. Татьяна, 50 лет, Москва, инженер. Юрий, 35 лет, Новосибирск. В душе физик, по профессии кладовщик. Любовь, 40 лет, Москва, коммерческий директор. Теперь правила нашей игры. В каждом раунде вы можете выиграть до 50 тысяч рублей за ограниченный период времени. Самый быстрый способ — это выстроить цепь из 8 правильных ответов и отправить в банк заветную сумму. Если вы ответите неверно, вы разорвёте цепь правильных ответов и потеряете деньги, заработанные командой в этой цепочке. Но если вы успеете сказать слово «банк» до того, как будет задан вопрос, вы сохраните деньги, однако цепь ответов начнёте строить заново. Помните, что в каждом раунде вашим выигрышем становятся только те деньги, которые вы успели положить в банк. Эта сумма переходит с вами в следующий раунд. Сумма заработанных в каждом раунде денег и составит конечный выигрыш. На первый раунд у вас 2,5 минуты. И мы начнём с игрока, чьё имя первое по алфавиту. Это вы, Александр. Итак, играем «Слабое звено». Первый вопрос стоит 1000 рублей. Время пошло. Александр, в каком турецком городе находится Византийская церковь Святой Софии? В Истамбуле. Верно. Дмитрий. Платина или фарфор лучше проводит тепло? Платина. Верно. Татьяна. Ультрамарин — это краска или драгоценный камень? Краска. Верно. Юрий. Литература. На чём барон Мюнхгаузен летал над неприятельским лагерем? На ядре. Верно. Любовь. Банк. Президентом какой страны был Ричард Никсон? Америки. Неверно. США. Екатерина. На какой русской реке Репин изобразил бурлаков? На Волге. Верно. Николай. Деревянную статую какого животного по преданию создали ахейцы, чтобы пробраться в осаждённую трою? Лошадь. Коня. Верно. Евгений. Как называются метательные снаряды, которые используют в спортивной игре дартс? Дротики. Верно. Александр. Какое число меньше? Минус 20 или минус 40? Минус 40. Верно. Дмитрий. Назовите дворянский титул генерала Аравчеева. Пас. Граф. Татьяна. Третий или пятый планетой от Солнца является Юпитер? Третий. Неверно. Пятый. Юрий. Тис. Это листопадные растения или вечно зелёное? Вечно зелёное. Верно. Любовь. Как называется деревянная катка для теста? Ушат. Неверно. Квашня. Екатерина. К какому виду блюд относятся шурпа, басбаш и харчо? Суп. Верно. Николай. Как иначе называется отряд чешуи крылых, которым принадлежат адмирал и шоколадница? Бабочки. Верно. Евгений. Одноимённые электрические разряды отталкиваются или притягиваются? Отталкиваются. Верно. Александр. Как назывались пещеры, служившие в Древнем Риме убежищем для христиан? Катакомбы. Верно. Дмитрий. Назовите крупнейший город Австралии. К... Сильмей. Верно. Татьяна. Мам. Какую птицу считают символом богини Афины Паллады? Феникс. Неверно. Саву. Юрий. Какой художник в 1887 году написал картину Боярни Морозова? Суриков. Верно. Любовь. Химический элемент хром. Это благородный газ или металл? Это газ. Неверно. Металл. Екатерина. Как назывался американский космический корабль, состыковавшийся с Союзом 19 в июне 75-го года? Аполлон. Верно. Николай. Как называлась группировка японской армии, разгромленная советскими войсками в августе 1945 года? Квантунская. Верно. Евгений. Как в России называется процесс передачи муниципальных квартир в частные власти? Приватизация. Верно. Александр. Профсоюзы. Это общественная или государственная структура? Общественная. Верно. Дмитрий. Банк. Что в мозге является скоплением нервных клеток? Серое или белое вещество? Серое. Верно. Время вышло. Вы положили в банк сумму в 40 тысяч рублей, хотя могли заработать 50 тысяч. Кто на взлёте подрезал команде крылья? Из-за кого ваш старт оказался менее удачным? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. По статистике сильное звено Александр. Все четыре его ответа были верны. Слабое звено Любовь. Не смогла верно ответить ни на один вопрос, но отправила в банк 10 тысяч рублей. Каким же будет первое голосование этой игры? Голосование окончено. Пора узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Цель – победа. И Любовь – единственное препятствие, которое стоит между вами и вашей целью. Нет, это не единственное препятствие. Вообще команда сыграла хорошо и жалко выгонять, но по результатам это самое слабое звено в первом раунде. Дмитрий, вы имеете какое-нибудь отношение к спорту? Я занимаюсь многими видами спорта. Это тренинг с отягощениями, ну и другие разновидности. Ну а за что же вы такой сильной, такой мускулистой выгоняете женщину? Ну, понимаете, мне кажется, Любовь, она уже исчерпала себя. Тянет команду назад и вместо того, чтобы давать ответы, дает какие-то собственные ассоциации. Например? Это был ответ с Хромом. Татьяна, где вы работаете? Я работаю инженером в швейцарской компании. В какой отрасли вы работаете? Я инженер-конструктор-строитель. И сколько вы в строительстве? 23 года. И вы во всем так в жизни постоянно? Да, стараюсь быть. Но если вы будете дальше и играть так же, как вы играли в первом раунде, то такое постоянство не принесет пользы ни вам, ни команде. Почему Любовь? Я думаю, что результаты ее ответов были более худшими, чем других игроков. Любовь, семеро отмерили, одного отрезали. Вы самое слабое звено. Прощайте. Ну, Татьяна, я более чем уверена, что следующий кандидат на то, чтобы покинуть игру. Потому что в этом туре ей просто повезло. Она стояла за Дмитрием и сумела положить очень ощутимую сумму в банк. Дмитрий, он, помимо того, что психологически устойчив, то есть он еще и сам так монументален просто. Поэтому я думаю, что он будет стоять вечно. То есть останется до финала. Раунд второй. И у вас в банке 40 тысяч рублей, хотя могло быть 50 тысяч. Осталось 7 игроков. И этот раунд будет короче предыдущего на 10 секунд. Мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Александр. Итак, играем слабое звено. Время пошло. Александр, как называются виды и формы ореха-лещины, культивируемые на плантациях? Орешник. Неверно. Фундук. Дмитрий. Как называются 33 буквы русского языка, расположенные в определенном порядке? Алфавит. Верно. Татьяна. На какое число нужно умножить радиус окружности, чтобы узнать ее диаметр? Два. Верно. Юрий. Как называются проценты от общей суммы чистой прибыли, распределяемой между акционерами? Дивиденд. Верно. Екатерина. Банк. Какое название в переводе с французского, означающего «зоб птицы», получил воротник, пышно отделанный кружевами? Шабо. Верно. Николай. Какая советская фигуристка с 69 по 78 года сохраняла титул чемпионки мира в парном катании? Роднена. Верно. Евгений. От какого события россияне вели свой календарь до Петра Первого? Пас. Отцетворение мира. Александр. В какой стране возник жанр поэзии хокку? Простите, повторите вопрос. В какой стране возник жанр поэзии хокку? В Японии. Верно. Дмитрий. Как называется устройство для накопления электрического заряда? Генератор. Неверно. Конденсатор. Татьяна. Чем, согласно крылатой фразе, посыпают голову для выражения скорби? Пеплом. Верно. Юрий. Как звали царевну старшую сестру Петра Первого? Софья. Верно. Екатерина. Металлы или не металлы составляют большинство элементов в таблице Менделеева? Не металлы. Неверно. Металлы. Николай. Какой музыкальный интервал больше? Терция или октава? Октава. Верно. Евгений. Главным режиссером какого московского театра более 40 лет был Валентин Плучик? Современник. Неверно. Театр сатиры. Александр. Через какой горный массив изобразил переход армии Суборова на своей картине Суриков? Через Альпы. Верно. Дмитрий. Какой верховный бог, согласно греческой мифологии, был отцом Диониса? Олим. Ой, Зевс. Верно. Зевс. Татьяна. Галета или Эклер? Длительное время сохраняет свои вкусовые свойства. Галета. Верно. Юрий. Назовите мультипликатора, создавшего фильм про утенка Дональда. Дисней. Верно. Екатерина. Какому английскому аристократическому роду принадлежал Уинстон Черчилль? Пас. Мальборо. Николай. Владимир Бехтерев был психиатром или хирургом? Психиатром. Верно. Евгений. Банк. Какой род деревьев семейства Ивовых имеет черную и перимедальную? Время вышло, и я не успеваю закончить вопрос. И вы упустили возможность заработать еще 50 тысяч рублей. На этот раз вы сумели положить в банк только 6 тысяч. Кто на редкость близорук? Кто не хочет видеть очевидного? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Сильное звено Юрий. Слабое звено Евгений. Только он в этом раунде не дал ни одного верного ответа. Но кто же из игроков проголосует в последний раз? Голосование окончено. Пора узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Евгений. Татьяна. Дмитрий. Дмитрий. Николай. Евгений. Евгений. Юрий. Чем вам не понравился Евгений? Вы знаете, Евгений мне всем понравился. Ну, два неправильных ответа из трех и восемь выигранных тысяч. Для такой команды, как наша, я считаю, это ниже нашего достоинства. В такой маленькой сумме, в первую очередь, виноват Евгений, я считаю. Екатерина, вы работаете, учитесь. Я студентка. Где учитесь? Я учусь в МГИМО. Но как же вы, будущий международник, не знаете такого хрестоматийного факта, что Уинстон Черчилль был герцогом Мальборо? Я надеюсь, вам не придется работать с англичанами. Я думаю, что их очень обидела ваша ответственность. Почему Евгений? А, потому что он не ответил на столько вопросов, насколько мог бы. А на сколько бы он мог ответить? По первому раунду он бы мог ответить на все те вопросы, которые ему были заданы. Но, видимо, он разволновался и не смог. Евгений, одна голова хорошо, а другая плохо. Вы самое слабое звено. Прощайте. Ну, я считаю, что команда не смогла оценить мой потенциал. И тот же Юрий проявил близорукость то, что, судя по этому раунду, выкинув меня из игры. Интересно, кого теперь Юрий выберет козлом отпущения, если команда сыграет так же плохо? Раунд третий. И у вас в банке 46 тысяч рублей. Хотя могло быть 100 тысяч. Осталось 6 игроков. Раунд будет короче еще на 10 секунд. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Юрий. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Юрий, геометрия. Луч или прямая не имеет ни начала, ни конца? Прямая. Верно. Екатерина, в каком виде спорта прославился американский спортсмен Мухаммед Али? В боксе. Верно. Николай. Если вы в Никарагуа, то вы в Африке или в Центральной Америке? В Центральной Америке. Верно. Александр, какое хищное животное на Руси называли костоправым, лесным чертом, барином? Медведя. Верно. Дмитрий. Банк. Назовите отчество русского императора Александра Третьего. Николаевич. Неверно, Александрович. Татьяна, какой композитор родился раньше, Прокофьев или Рахманинов? Прокофьев. Неверно, Рахманинов. Юрий. Последней страной, в которой работал Рихард Зорге, стала Германия или Япония? Япония. Верно. Екатерина, кто написал картины «Утро в сосновом лесу» и «Корабельная роща»? Шишкин. Верно. Николай. Как называется овощная или крупяная добавка к мясным блюдам? Каша. Неверно, гарнир. Александр. Какому герою романа «Человек-амфибия» моряки дали прозвище «Морской дьявол»? Ихтиандру. Верно. Дмитрий. В каком фильме фамилия персонажа Андрея Миронова была «Казадоев»? Бриллиантова рука. Верно. Татьяна. Гимн какой современной европейской страны начинается со слов «Боже, храни королеву»? Англия. Верно. Юрий. Банк. Какая деталь в духовых инструментах называется так же, как тонкая пластинка в сердце человека? Лапан. Верно. Екатерина. К какому семейству хвойных деревьев относится ель? Пас. Сосновых. Николай. Хоккеист Валерий Харламов играл в защите или в нападении? В нападении. Верно. Александр. Самая низкая температура на земном шаре зарегистрирована в северном или южном полушарии? В южном. Верно. Дмитрий. Бактриан. Это название верблюда или крокодила? Крокодила. Неверно верблюда. Татьяна. Какая старинная русская мера длины сопровождается определениями путевая и межевая? Полоса. Неверно верста. Юрий. Как называется и короткий сигнал торжественного характера, и музыкальный инструмент, на котором исполняется? Горн. Неверно фанфара. Время вышло. На этот раз вам удалось положить в банк 15 тысяч рублей. Кто не понимает, что он пришел не по адресу? У кого не хватает знаний даже на один правильный ответ? Один из вас должен уйти, и с чем пришло время определить самое слабое звено. Второй раз Александр сильное звено. Только он верно ответил на все вопросы. Слабое звено Татьяна. У нее лишь один правильный ответ. Дмитрий отвечал также плохо, но именно он отправил в банк 10 тысяч рублей. Но посмотрим, отразит ли на этот раз голосование статистику. Голосование окончено. Пора узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Дмитрий. 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 Николай. Николай. Екатерина. Александр, чем вас так напугал Дмитрий, что вы спешите с ним расстаться? Просто мне показалось, что убедить британское биологическое общество будет очень сложно в том, что бактериан – это крокодил. А вам не показалось, что Дмитрий положил больше всех денег в этом раунде в банк? Да, возможно. Конечно, но по результатам, скажем, по прошествии трех раундов, мне показалось, что то, что у Дмитрия выпадает эстафетная палочка из руки, это скорее система, нежели случайность. А вам не показалось, что Дмитрий не был самым слабым звеном этого раунда? Боюсь, что статистика, которую введете вы, это самая упрощенная модель. То есть я бы еще дифференцировал по сложности вопросов. Я боюсь, что та статистика, которую пытаетесь ввести вы, слишком проста. В отличие от нашей статистики, которая вычисляет все моменты. Это всего лишь мои предположения. Включая и построение цепей, которые ускользают от вашего внимания. И чтобы вам больше ничего не казалось, спешу вам сказать, что Дмитрий ни разу за всю игру не был самым слабым звеном. По статистике. Николай, перечислите, пожалуйста, овощи, из которых готовят кашу. Нет таких. В чем же дело тогда? Очевидно, растерялся. Ну, бывает. Вертелось бы в голове гарнир, но гарнир тоже каша, в конце концов. Это каша гарнир, а не гарнир каша. Ну, а чем вам не понравился Дмитрий? Ну, я так по гороскопу весы и взвесив все, положив на весы и все предыдущие раунды, и этот решил, что Дмитрий тянет команду назад. Но вы уже слышали то, что я говорил Александру, то, что по статистике Дмитрий не был ни разу за всю игру слабым звеном. Но по совокупности, мне кажется, это мое субъективное мнение, что Дмитрий слабее. Какая-то сегодня странная команда, всем все кажется. Как бы вам не померещилась какая-то большая сумма, до которой вы не дойдете. Дмитрий, может вы впервые это услышите, но вы самое слабое звено. Прощайте. Николай от него, я считаю, с самого начала было очень мало толку. И, в общем-то, все свои неудачи спроецировал на меня, нашел крайнего. Александр, в общем-то, тоже недалеко ушел от Николая. Толку от него тоже было не очень много. И еще одна причина, по которой Николай и Александр приняли такое решение, как мне кажется, это, в общем-то, разница в масштабах между Александром плюс Николаем и мной. В физическом и интеллектуальном отношении. Раунд четвертый. И к этому моменту вам удалось заработать 61 тысячу рублей. Из возможного приза 150 тысяч. Осталось пять игроков. И раунд становится короче еще на 10 секунд. Теперь в вашем распоряжении всего две минуты. Мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Александр. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Александр, Георгий Товстоногов прославился как режиссер или театральный критик? Как режиссер. Верно. Татьяна. О, Генри, это американский или английский писатель? Американский. Верно. Юрий. Как в греческой мифологии называли детей гея и урана, а мы так называем большой кипятильник для воды? Титаны. Верно. Екатерина. Банк. Как называлось правительство, созданное большевиками после Октябрьской революции? Временное. Неверный совет народных комиссаров. Николай. Как называется часть зуба, расположенная внутри челюсти? Корень. Верно. Александр. Из какого языка пришли в русские слова абитуриент и бакалавр? Из греческого. Неверно. Из латинского. Татьяна. Система ГТО в СССР была введена в 30-е или 40-е годы? В 30-е. Верно. Юрий. Жаров или Ильинский сыграл главную роль в фильме по пьесе «Чехов и медведь»? Ильинский. Неверно. Жаров. Екатерина. Назовите город, который монах Филофей назвал третьим Римом. Москва. Верно. Николай. Назовите самый медленный лошадиный аллюр. Пас. Шаг. Александр. Так называют человека, бывшего свидетелем и наблюдателем какого-либо происшествия. Очевидец. Верно. Татьяна. С какой музыкальной группой связаны имена Бенни, Агнета, Ани, Бьерн? Пас. Абба. Юрий. Шура Балаганов. Это персонаж романа «12 стульев» или «Золотой теленок»? «Золотой теленок». Верно. Екатерина. Назовите женщину-режиссера, создателя первого в мире детского музыкального театра. Наталья Савц. Верно. Николай. Как в средневековой Европе назывался юноша-дворянин, состоявший в качестве личного слуги и признатной особи? Пас. Паш. Александр. Как называется помещение и деревянная дорожка для игры в кегли? Пас. Кекельбан. Татьяна. Багдад. Столица Ирака или Ирана? Ирака. Верно. Юрий. Банк. К какому семейству рыб относятся семга и кита? Время вышло. Правильный ответ. Лососеву. И в этом раунде вы выиграли только 6 тысяч. Для кого игра непосильный труд? Кто не умеет зарабатывать деньги и экономить время? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Татьяна в этом раунде уже сильное звено. У нее три верных ответа. Слабое звено Николай. Дважды разорвав цепь верных ответов, упустил 3 тысячи рублей заработанных командой. Скажется ли это на результатах голосования? Голосование окончено. Пришло время узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Николай. Татьяна. Николай. 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 Екатерина, а с историей нашей страны вы знакомы? Да. По-вашему, Керенский был большевиком? Не был. Но вас это не волнует? Россия страна с непредсказуемым прошлым. Кто-то сказал. Но это установленный факт, который вы не знали. Почему Николай? Исчерпал свои возможности. А вы не исчерпали свои возможности? А я нет. И так кто вам сказал? Я в этом уверена. По результатам всей игры вы играли гораздо хуже, чем Николай. Юрий, вы как-то странно представились в начале игры. Напомните. Совершенно верно. По образованию я физик, закончил университет. Но сейчас временно вышел, выпал как бы из профессии. Но собираюсь в нее возвращаться. А чем вы занимаетесь сейчас? Я работаю кладочником на пивном складе. Ну, не жалко будет бросать? Нет, вы знаете, не жалко. Кто-то ставит перед собой высокие цели. Вы перед собой ставите высокие цели? Безусловно. И каковы они? Ну, самая высокая цель для физика – это премия. Нобелевская премия. Ну, хорошо. Чуть более приземленно. Какие цели у вас в нашей игре? Я издалека приехал из Новосибирска. Хотелось посмотреть на Москву, на одну из самых экстремальных игр интеллектуальных. Ну, это вам как-то поможет к возвращению в науку? А, ну, конечно. Безусловно. Я наберусь впечатлений. Новых впечатлений. А Николаю, по-вашему, впечатлений уже достаточно? Ну, насчет Николая, что можно сказать? Уинстон Черчилль сказал, что любая реклама хороша, кроме той, которая называется некрологом. В этом раунде он играл так, будто писал себе некролог. Николай, по большому счету, вы сделали только одну ошибку. Пришли сюда. Вы самое слабое звено. Прощайте. Моя соседка Екатерина играла отнюдь не блестяще и гораздо хуже, чем я, как мне кажется. Это нонсенс. А насчет разговора Юрия о Нобелевской премии, это просто смешно. Загнул он слишком круто, будучи там директором склада. Но в финал он может выйти. Раунд пятый. Общая сумма вашего выигрыша составляет 67 тысяч рублей. Если бы вы достигли своей цели, то эта сумма составляла бы 200 тысяч рублей. У вас осталось только четверо, и мы отбираем у вас еще 10 секунд. Мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда, это Татьяна. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Татьяна, металлургическими или стекольными заводами владели Демидовы? Металлургическими. Верно, Юрий. Каким французским словом называют швейцара, работающего в жилом доме? Митродотель. Неверно, консьерж. Екатерина, какое общее название имеет балет Глазунова, фортепианный цикл Чайковского и оркестровый цикл Вивальди? Времена года. Александр, в каком кинофильме Ивана Пырьева впервые прозвучала песня «Ой, цветет калина»? Калина красная. Неверно, кубанские казаки. Татьяна, как называется потепление погоды зимой или весной с таянием снега и льда? Оттепель. Верно, Юрий. Вид стекла или глины называется терракота? Стекла. Неверно, глины. Екатерина, гобой. Это ударный или духовой музыкальный инструмент? Духовой. Верно. Александр, назовите немца, который в конце 19 века совместно с Ефроном создал в Петербурге издательство. Пас. Брокгауз. Татьяна, какой псевдоним носил французский актер Ив Оливи? Ифр. Пас. Иф Монтан. Юрий, сколько килограммов в центнере? 100 килограммов. Верно. Екатерина, столицей какой страны является город Братислава? Словакия. Верно. Александр, кто в древних Афинах выигрывал суд при равенстве голосов судей? Обвинение или защита? Защита. Верно. Татьяна. Банк. Как называются наплечные знаки отличия на военной полевой одежде в современной российской армии? Погоны. Верно. Юрий. Какой герой оперы Евгений Онегин поет ариоза «Я люблю вас, Ольга»? Ленский. Верно. Екатерина. Банк. Какая словесная характеристика соответствует нулю баллов по шкале Боффорта? Штиль. Верно. Александр, как называется длинная раструба у перчаток? Краги. Верно. Татьяна. Банк. Время вышло. Вы успели положить деньги в банк. И в этом раунде вы заработали 9 тысяч рублей. Кто забыл, зачем он здесь? Кто играет как плохой актер в немом кино? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Второй раз подряд Татьяна сильное звено. Благодаря ей выигрыш команды в этом раунде увеличился на 7 тысяч рублей. Слабое звено Юрий. Из-за его двух неверных ответов игроки лишились 2 тысяч рублей. Но как сейчас проголосует команда? Голосование окончено. Пришло время узнать, кто по вашему мнению самое слабое звено. Юрий. Юрий. Александр. Александр. Команда разделилась на 2 лагеря. Половина голосует против Александра, половина голосует против Юрия. Александр, ну, чем вам не нравится Юрий? Чем он вам мешает? Ничего личного. Просто я всегда считал, что физики должны заниматься одним из двух. Либо спорить с лириками, либо совершать открытие достойной Нобелевской премии. А не ездить на передачи. Юрий, ну, ваше ответное слово Александру. Что вас не устраивает в нем? С удовольствием отвечу Александру. Опять процитирую моего любимого Минстона Черчилля. Он сказал, что применительно к данной ситуации в игре, как и в политике, не бывают друзей, а есть только общие интересы. Мне показалось, в данной ситуации Александр не сыграл на общие интересы, на интересы команды. Он, начиная с этого этапа, преследует сугубо свои, так сказать, меркантильные интересы. Выиграть как можно больше денег, расправиться с этими бедными, несчастными женщинами. Я думаю, он с каждой из них сумеет расправиться, если только они обе не объединятся и его не одолеют. Татьяна, по статистике именно вы были самым сильным звеном этого раунда. И по правилам нашей игры вы должны сделать выбор, кто покинет команду, Александр или Юрий. Хочу вам напомнить, что по правилам нашей игры вы можете поменять свое мнение, если хотите. Своё мнение я меня не поменю. Итак, ваше решение. Александр. Александр, лучше всего учиться на ошибках других. Команда ваш урок оценила. Вы самое слабое звено. Прощайте. Я даже не запомнил, как Татьяна играла. Она не оставила никакого о себе впечатления. Я даже не заметил, в какой момент она решила мою участь в этой передаче. Слава Богу, что Татьяна решила мою участь только в этой игре, а не во всей жизни. Раунд шестой. И у вас в банке 76 тысяч рублей. Из возможных 250 тысяч. Вас осталось только трое. Раунд будет короче еще на 10 секунд. Мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Татьяна. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Татьяна, деверь это брат жены или мужа? Брат жены. Неверно, мужа. Юрий. Сирока это теплый или холодный ветер? Теплый. Верно. Екатерина. Черная и цветная тушь это масляная или водяная краска? Водяная. Верно. Татьяна. Бан. Назовите село, возле которого произошло генеральное сражение между русскими и французскими войсками в 1812 году. Бородино. Верно. Юрий. Кем по происхождению был поэт Тарас Шевченко, помещиком или крепостным? Крепостным. Верно. Екатерина. Банк. Платок или ремень называют банданой? Платок. Верно. Татьяна. Какой породы была собака по кличке Бетховен из одноименного американского фильма? Сен-Бернар. Верно. Юрий. Банк. Дымом или гелием был наполнен первый воздушный шар братьев Монгольфье? Дымом. Верно. Екатерина. Какой казачий атаман стал героем песни из-за острова Настрежек? Степан Райзер. Верно. Татьяна. Банк. Флебусьеры. Это морские пираты или морские животные? Морские пираты. Верно. Юрий. Банк. Торговый ряд или посольство в русских городах называли гостинным двором? Торговый ряд. Верно. Екатерина. Английское слово скаут в переводе означает разведчик или помощник? Разведчик. Верно. Татьяна. Банк. На какой реке находится Саяно-Шушенская ГЭС? Ангара. Неверно. Енисей. Юрий. Группа Стаса Намина в 70-е годы называлась Цветы или Самоцветы? Цветы. Верно. Екатерина. Какая карта самая младшая при игре в преферанс? Шесть. Неверно. Семерка. Татьяна. Центром добычи какого полезного ископаемого является Рурский бассейн в Германии? Угля. Верно. Юрий. Банк. На левом или правом плече, как правило, скрипачи держат скрипку? На левом. Время вышло. Ваш ответ правильный. За этот раунд вы положили в банк 12 тысяч рублей. В седьмом раунде мы удвоим ту сумму, которую вы заработаете. Это значит, что в следующем раунде у вас есть возможность выиграть 100 тысяч рублей. Но сейчас вам необходимо ответить на главный вопрос. Кто решил поживиться за чужой счет? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. На этот раз Юрий отвечал лучше всех, справившись со всеми вопросами. Он сильное звено, а Татьяна слабое звено. У нее два неверных ответа. Но встретятся ли они в финале? Голосование окончено. Пора узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Татьяна. Екатерина. Екатерина. Юрий, ну объясняйте свой выбор. Я просто страстный преферансист. Десять лет в преферансии. Являюсь одним из сильнейших безложных скромных преферансистов Новосибирска. И я ей просто не простил вопрос о старшинстве карт преферансов. Ну не знает девушка, что шестерки в преферансах не играют. Я думаю, что если бы Екатерина знала, что вы такой любитель преферанса, она бы наверняка выяснила, какая карта в преферансе самая младшая. Татьяна, ну а что бы не простили Екатерине? Ну на мой взгляд, она ответила на один вопрос, верный. Юрий ответил на все. Студентка МГИМО Екатерина, для того, чтобы стать победителем, нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Вы самое слабое звено. Прощайте. Здесь я не сомневаюсь в победе Юрия. Но если бы случилось так, что в финале оказались бы Юрий и я, то здесь я бы, я с уверенностью скажу, я бы одержала победу. Раунд седьмой. Вы выиграли 88 тысяч рублей из возможных 300 тысяч. Татьяна, Юрий, вас осталось только двое. На этот раз в вашем распоряжении будет всего 90 секунд. Но любая сумма, которую вы заработаете в этом раунде, будет удвоена и добавлена к той сумме, которая у вас уже есть в банке. Это и составит финальный бриз. В этом раунде на кону 100 тысяч рублей. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Юрий. Итак, играем слабое звено. Время пошло. Юрий, какой возглас у моряков служит предупреждением об опасности? Болундра. Верно, Татьяна. Назовите самую большую по территории страну в мире. Россия. Верно, Юрий. Банк. Назовите русского поэта, который в апреле 1910 года женился на Анне Ахматовой. Гумилев. Верно, Татьяна. В каком виде гимнастики прославилась Марина Лобач и Алина Кабаева? Художественная. Верно, Юрий. Банк. Какой овощ в некоторых диалектах русского языка называют бураком? Свекла. Верно, Татьяна. Банк. Суахиле. Это африканский или азиатский язык? Повторите, пожалуйста. Суахиле. Это африканский или азиатский язык? Африканский. Верно, Юрий. Банк. Какой дворянский титул выше, маркист или герцог? Герцог. Верно, Татьяна. Банк. Багги, это спортивный автомобиль или сани? Спортивный автомобиль. Верно, Юрий. Банк. Гарвардский университет находится в Англии или США? США. Верно, Татьяна. Банк. Какое должностное лицо в Российской Федерации согласно уголовному кодексу может осуществить помилование? Президент. Верно, Юрий. Синего или красного цвета минерал лазурит? Синего. Верно, Татьяна. Банк. Останкинская башня построена в 60-е или 70-е годы? 70-е. Неверно, в 60-е. Юрий. Какая часть речи русского языка является единственной изменяющейся по временам? Глагол. Верно, Татьяна. Банк. В честь императора или папы римского назван календарь Григорианским? Императора. Неверно, папы римского. Юрий. В каком романе Достоевского ведется расследование убийства старухи Протенци? Преступление и наказание. Верно. Время вышло. Вы двое в этом раунде заработали 12 тысяч рублей. Ну что ж, мы удвоим эту сумму и добавим к тому, что было заработано в предыдущих раундах. Это значит, что общий принц сегодня составляет 112 тысяч рублей. Но только один из вас сможет забрать эти деньги с собой. Сейчас вам придется играть друг против друга, лицом к лицу. Вы по очереди ответите на 5 пар вопросов. Выиграет тот, кто даст больше правильных ответов. Правило очень простое. Если после 5 пар вопросов у нас ничья, мы продолжаем игру до первого проигрыша. Пока не определится победитель. Итак, Татьяна, Юрий. На кон поставлено 112 тысяч рублей. Играем в слабое звено. Юрий, как сильное звено по итогам прошлого раунда? Вы выбираете, кто будет первым отвечать на вопрос. Я буду первым отвечать. Юрий, как в России 16-17 веков назывались дворяне, Родословная которых была занесена в документ, похожий на свиток. Столбовые. Это правильный ответ. Татьяна. Как в России до конца 18 века называли дворянина, не достигшего совершеннолетия и еще не поступившего на государственную службу? Родословная техническая служба. Родословная техническая служба. Родословная техническая служба. Правильный ответ не Дарсель. Юрий, назовите художника, по рисункам которого в 1905 годах был перестроен фасад здания Третьяковской галереи. Репин. Это неправильный ответ. Правильный ответ Воснецов. Татьяна. Какому художнику-портретисту Пушкин посвятил строчке «Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит»? Репину. Это неправильный ответ. Правильный ответ Оресту Кипренскому. Юрий. Как называется район Парижа, в котором издавна находились высшие учебные заведения и библиотеки? Фарбонна. Это неправильный ответ. Правильный ответ – латинский квартал. Татьяна. В какое здание вел из дворца Дожий венецианский мост, который назвали мост вздохов? Суд. Это неправильный ответ. Правильный ответ – в тюрьму. Юрий. Назовите космонавта, первого российского участника полета на американском космическом корабле «Спейс Шаттл». Патьков. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Сергей Крикалёв. Татьяна. Какое неофициальное название получила в прессе напоминающее кресло «Индивидуальное средство передвижения космонавтов в открытом космосе», первое испытание которого прошло в 1989 году? Катапульта. Это неправильный ответ. Правильный ответ – космический мотоцикл. Юрий, если вы сейчас ответите правильно, вы выиграете. Назовите оперу Эфенбаха, в заглавии которой использована фамилия знаменитого сказочника. Каски Гоффмана. Это правильный ответ. Юрий, сегодня вы самое сильное звено, и вы уходите домой с суммой в 112 тысяч рублей. Татьяна, вы уходите ни с чем. Вы смотрели программу «Слабое звено». Я надеюсь, что мне удалось оставить свой заметный след в этой передаче. А если кто и сомневался в моих возможностях, то я думаю, я доказал, что победить в этой игре мне удалось. Ну а теперь и Нобелевская премия, я надеюсь, не за горами. Субтитры сделал DimaTorzok